Как правильно строить развернутую форму прощения? Это видео посвящено этой теме. Сначала давайте несколько слов, что такое развернутая форма прощения, для чего она нужна. Когда мы хотим убрать из своего тела какое-то воспоминание, которое тревожит нам, вас обидели, предали, унизили, что-то еще сделали, было много столкновений с родителями, с мужем, с женой, с начальником, вы недовольны сами собой, в теле у вас собрался большой эмоциональный комок, заряженный против вашего обидчика. Если вы не понимаете этот механизм, посмотрите, пожалуйста, видео 5.1, как возникают эмоциональные блоки. Потому что я продолжаю эту тему. Вы хотите убрать это воспоминание, потому что оно все время тревожит вас и мешает вам нормально и осознанно строить свою жизнь дальше. Нужно убрать это воспоминание. Каким образом это можно сделать? Существует множество различных терапевтических процедур, практик психотерапевтических. Но они все предназначены для того, чтобы кто-то работал с вами. Я даю инструмент для самостоятельной работы. Самый простой инструмент – это простая форма упрощения. Когда вы берете объект, который хотите простить, себя, либо вашу маму, либо вашего мужа, либо вашего ребенка, либо вашего начальника, и говорите две фразы. Простая форма упрощения. С любой благодарностью я прощаю мою маму и принимаю ее такой, какая она есть. Я прошу прощения моей мамы за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к ней. Вы можете много-много-много раз, десятки, сотни, тысячи раз повторять эту фразу. И это будет действовать как наждачная бумага, которая стирает. Вот есть такой большой грязевой комок, скажем, и вы хотите его стереть в ноль, в пыль, чтобы он ушел. Очень много раз нужно повторять. Это работает просто длительная техника. Можно эту технику немножко усилить, повысить скорость стирания блоков, исходя из чего? Из того, что этот самый эмоциональный блок против мамы, против мужа, еще кого-то, он неоднороден. Это не один булыжник, а такой кусок пены, состоящий из множества пузырьков. А пузырьки – это ваши конкретные переживания в каких-то ситуациях. Допустим, у вас затяжной конфликт с мужем или женой. И вы много-много-много раз ссорились. Вначале какие-то были основания реальные, а сейчас вы уже просто ссоритесь, не понимая, почему вы ссоритесь. Накопилось раздражение, вы их выливаете друг на друга. И вот каждый вот этот конфликт, каждое столкновение, оно оставляет в теле такой маленький заряд, бойзаряд по отношению к вашему недругу. И в итоге эмоциональный блок представляет такую пенную массу, состоящую из множества пузырьков. Если взять иголочку и эти пузырьки проткнуть, как бы эти все разрядить, то тогда эта масса станет не такой плотной, и станет рыхлой, и довольно легко будет ее стереть даже в простой форму упрощения. Вот, поэтому мы будем работать с тем, чтобы стереть конкретные пузырьки ваших недовольств, наших претензий, ваших обид. Как это делается? Для этого нужно вспомнить, что именно происходило между вами, и поработать со стиранием конкретных случаев, конкретных ситуаций. Ну, понятно, что вы не можете припомнить множество, может, тысячи, может, десятки тысяч столкновений. Они объединены каким-то уже собирательным образом, поэтому придется, если что-то будет вспоминаться, конкретные столкновения, то, конечно, с ним обязательно нужно поработать. Ну, и плюс, в целом, значит, за что вы обижались, как вас этот человек обижал, работаем хотя бы вот с этими переживаниями. Для этого используется развернутая форма упрощения. Это те же фразы, с любого благодарности, я прощаю и принимаю, я прошу прощения, но только развернутые на пять этапов и максимально полные. Не просто я прощаю и принимаю человека, а за что я прощаю и за что я принимаю, и за что я прошу прощения. В итоге получилась формула, которая называется развернутая форма упрощения, которая состоит из пяти блоков ваших фраз. И на этом сайте, на этой странице вы можете построить развернутую форму упрощения на любой объект упрощения, будь то вы сами, будь то жизнь в целом, будь то деньги, будь то одиночество, будь то бывший ваш любимый, либо нынешний муж, либо начальник, либо еще кто-то. Не имеет значения все, что вызывало ваше переживание, недовольство, может быть, даже зависающий компьютер, ломающийся автомобиль, налоговая инспекция, может на нее там школа, в которой сидят учителя, которые портят жизнь вашего ребенка, и вы нервничаете по этому поводу. Ну, все что угодно может раздражать. Вы приехали в другую страну и раздражаетесь на этот народ, надо писать форму упрощения на этот народ и так далее. То есть количество форм упрощения не ограничено, может сотни тем, по которым можно писать. Но у каждого человека свой набор, свой комплект. И вам нужно обязательно поработать с этими блоками, потому что каждая тема, это значит, существует эмоциональный блок, и его нужно убрать. Развернутая форма упрощения состоит из пяти блоков. Первый блок – я прошу прощения у какого-то человека, у самого себя, у жизни, у какого-то объекта. Я прошу прощения из-за те неприятности, что я доставлял этому объекту упрощения. Я доставлял моей жене, я доставлял моим родителям, я доставлял моим начальнику и так далее. То есть те гадости, которые я делал в отношении к другому человеку. Давайте посмотрим пример, как это может выглядеть. Ну, например, первый раздел – форма развернутой формы упрощения. «Я прошу прощения у моей жены», – написал мужчина. «Я прошу прощения у своей жены за мои негативные мысли по отношению к ней». Ну, как бы это оптом стирает вообще все, что плохого он думал о ней. «Я прошу прощения у своей жены за осуждение в ее адрес по поводу работы по дому». Ну, видимо, мужчина был недоволен, как она выбирает квартиру, и все время пыхтел по этому поводу, и, наверное, высказывал еще. «Я прошу прощения у своей жены за те деньги, которые я зарабатываю, их недостаточно для нас». Это он просит прощения за то, что он плохой добытчик, в данном случае у нее. Он доставляет ей неприятности тем, что он плохой добытчик. «Я прошу прощения у жены за то, что у нас скучный и однообразный секс». Ну, то есть он кается, что его секс с его женой, он вот такой. «Я прошу прощения у жены за то, что отказывал ей в сексе, когда она это просила». Ну, вот, почувствовал вину. В те моменты, когда жена проявляла к нему интерес как к мужчине, он по каким-то причинам ей отказывал. Возможно, наказать хотел, может быть, чем-то занят был, может, просто устал очень был. И понимает, что тем самым он портил отношения между ними. И сегодня он просит за это прощение. «Я прошу прощения у жены за то, что бываю к ней невнимательным, забывая о том, что она просит или говорит». Ну, то есть прошу прощения за то, что я порой не слышу, и она для меня незначимый человек, поэтому я не обращаю на нее внимания. «Я прошу прощения у жены за то, что я не планирую ближайшее будущее, неделю, месяц». Ну, как бы с ее точки зрения, наверное, нормальный человек планирует, что он будет делать через месяц, через два, а он это не делает и просит за это прощение у жены, наконец-то. Я прошу прощения жены за то, что не планирую далекое будущее. Ну, ближайшее далекое. Я прошу прощения жены за то, что она с моим молчаливым согласием сделала мне не аборт. Я прошу прощения жены за то, что я на нее кричу. Я прошу прощения жены за то, что я внутри себя раздражаюсь на нее, когда она со мной говорит, и я не согласен с ней. Ну, то есть, когда мы с женой разговариваем, как два человека, и она говорит что-то, с чем я не согласен, то я сразу начинаю раздражаться. То есть я переходить в уровень возбуждения с тем, чтобы продавить свое решение и доказать, что я прав. Ну, типичное самцовое поведение. Я прошу прощения у жены за то, что я интересуюсь ее потребностями. Я прошу прощения у жены за то, что ставлю интересы и потребности других выше, чем интересы и потребности своей жены. Я прошу прощения у жены за то, что я ее не ценю. Прошу прощения у жены за то, что не считая нужным, выполняю ее пожелания и просьбы. Я прошу прощения у жены за то, что я не занимаю должность директора компании. Ну вот, это то, в чем покаялся данный мужчина Но на самом деле его покаяние значительно больше Это только часть его формы прощения в том месте, где он просит прощения у жены Полную версию этой развернутой формы прощения вы можете посмотреть на сайте Когда нажмете кнопочку «Архив формул по этой теме» Под кнопочкой «Архив формул по этой теме» мы собираем примеры формы прощения Составленных самыми разными людьми в ходе наших семинаров, вебинаров, домашних заданий и прочих Это был первый блок развернутой формы прощения Мужчина написал прощение своей жене Давайте посмотрим ситуацию, когда жена просит прощения у своего мужа То есть она просит прощения за те гадости, которые она доставляла ему Теперь она решила в этом покаяться Как это может выглядеть? Вот форма прощения, когда жена просит прощения у мужа Я прошу прощения у моего мужа за мою ненависть к нему За мою месть ему, за его убеждение о моей неправильности За свекровь, которая обижала меня За весь ее негатив ко мне За мою ненависть к его родственникам За мою ревность к его родственникам За мою зависть к нему и образованию деньгам Главное, к его свободе и независимости За мой эгоизм, за то, что думаю о себе часто, о нем редко За то, что специально выводила его из себя Доводила до бешенства, трепала в мир И получала от этого свою порцию энергии Ну, нормальная семейная жизнь, как видите За то, что повышала на нее голос Могла даже дойти до крика за резкий тон За мое убеждение, что он обязан прийти в меня такой, какая есть За мои догомогательства к нему в плане секса Когда он устал и обидан на этой почве За мое нежелание его понимать И войти в его положение За то, что я полную противоположность его идеалу жены За мои негативные чувства к его хобби, футболу За то, что обвиняю его в своих неудачах Всегда делаю его крайним За то, что не ценила его самого и все, что он делает А только требовала все больше и больше Часто в категорической форме За то, что высмеивала подарки мне Когда она чисто в сердце выбирала их А мне они были не по вкусу Ну, вот видите, как бы, что там дальше За то, что давлю на него и часто получается подавить За то, что всеми силами сопротивляюсь Чтобы нашу дочку не называли ее Честь свекрови За все свои претензии к нему Большинство не обоснованное Как видите, автор данной Развернутой формы прощения Делал все для того, чтобы разрушить семью И сделать отношения совершенно невыносимыми Ну, вот какой-то момент она нас похватилась И решила написать форму Это, опять же, не полная формула Полную форму вы можете посмотреть Нажав кнопочку «Архив форума» по этой теме Но это только первый раздел Развернутой формы прощения Второй раздел называется «Я прощаю» Я прощаю моего оппонента, назовем так За те неприятности, которые он доставил мне Сначала мы просили прощения за то, что вы Мы доставляли другому человеку Теперь за те неприятности, которые он доставил мне Если это муж, за те гадости, которые он мне сделал Если это начальник, за те гадости, которые он вам сделал Вы его прощаете Раньше вы обижались, были недовольны Хотели с ним побороться, подраться Научить его правильно жить А теперь вы прощаете его Отпущаете и отпускаете Ну, первым делом нужно простить Давайте посмотрим, как может выглядеть форма прощения на эту тему Вот часть развернутой формы прощения на деньги По отношению к деньгам каждый из нас накопил огромное количество переживаний Даже если вы думаете, что этого нет На самом деле есть Потому что любые неприятности, связанные с деньгами Что их не хватило, что их вечно мало, что их вечно не хватает Что из-за них приходится тяжело трудиться Что из-за них ссориться Отношения портятся и прочие вещи Это все откладывается в нас И создается некий такой негативный блок против денег С ним тоже можно работать На первом этапе вы просите прощения денег за то, что вы о нем думали, считали А на втором шаге вы прощаете деньги Ну, это может выглядеть примерно следующим образом Я прощаю деньги за то, что они могут внезапно закончиться Я прощаю деньги за то, что ссорилась с близкими людьми из-за них Я прощаю деньги за то, что очень сильно боялась остаться без них Я прощаю деньги за то, что должна из-за них работать на скучной работе Я прощаю деньги за то, что испытываю тревогу, страх и жадность, когда их трачу Я прощаю деньги за то, что испытываю страх в ситуации, где их могут украсть Ну, я думаю, что это всем свойственно, примерно эти переживания Я прощаю деньги за то, что испытываю страх, что их может не хватить на поддержание моей внешности Для женщины это важно, да? Я прощаю деньги за то, что испытываю страх, что их может не хватить для необходимой помощи близким людям Я прощаю деньги за то, что их нехватка провоцировала мое некрасивое поведение по отношению к другим людям Ну понятно, кто-то недодал, кто-то недоплатил, вы устраивали скандал, устраивали разборку Это все нужно... Теперь вы соотносили, что это связано с деньгами Теперь вы прощаете деньги из-за того, что вынуждены были себя так и некрасиво вести Я прощаю деньги за то, что люди убивают и мучают из-за них друг друга. Я прощаю деньги за то, что другие люди из-за них могут плохо относиться ко мне. Я прощаю деньги за то, что они так сильно управляют моей жизнью. Я прощаю деньги за то, что мне приходится тратить много своего времени, чтобы их заработать. Я прощаю деньги за то, что не могу заниматься тем, чем мне нравится, но нужно их зарабатывать. Я прощаю деньги за то, что они не всегда приходят, когда так нужны. И так далее. Это только часть развернутой формы прощения раздела «Я прощаю». «Я прощаю деньги». Более полную версию этой формулы прощения вы можете посмотреть, нажав кнопочку «Архив формулы» по этой теме. Давайте еще один пример посмотрим из раздела «Я прощаю». В данном случае будет «Я прощаю мое одиночество». То есть женщина, которая мучается из одиночества, она решила простить одиночество, которое так отравляет ей жизнь. Здесь формула не такая большая, не все люди пишут длинные формулы, но вот «С любой благодарности я прощаю мое одиночество за то, что живу без любимого, любящего меня мужчины. Я прощаю мое одиночество за то, что я последний раз занимался сексом 7 месяцев назад, хотя раньше это было каждый день». Ну, присытилась, наверное. «С любой благодарности я прощаю мое одиночество за то, что у меня еще нет своего малыша от любимого, любящего меня мужчины. Я прощаю мое одиночество за то, что я не могу погулять под ручку с любимым, любящим меня мужчиной. С любой благодарности я прощаю мое одиночество за то, что мой любимый, любящий меня не целует, не обнимает и не ухаживает за мной». Ну, я так понимаю, что его нет просто. С любовью и благодарностью я прощаю мой одиночество за то, что я не езжу отдыхать с любимым и любящим меня мужчиной. С любовью и благодарностью я прощаю мой одиночество за то, что любимый и любящий меня мужчина не дарит мне подарки и цветы. Ну, то есть там можно много еще чего приписать, чего не делается, о чем я мечтаю, что я не хожу под луной, что про секс было, ну и так далее. В общем, можно фантазию включить и простить вот это ощущение того, что я в горе, я в одиночестве, все очень плохо. Смотрит, что-нибудь изменится Потому что если вы накопили внутренний протест против одиночества То тогда то, с чем борешься, то ты притягиваешь свою жизнь Вы уже, наверное, об этом слышали Вот это часть формулы Развернутой формы прощения на одиночество Из второй блок Я прощаю Там будет третий блок, четвертый блок, пятый блок Ну вот, это кусочек из второго блока Идем дальше Следующий блок, развернутой формы прощения Это я забираю энергию из моих воспоминаний о том, что И дальше вы приводите какие-то конкретные ситуации Конкретные случаи из вашей жизни Когда вы переходили перевозбужденное состояние И в этом состоянии испытывали сильный негатив Возможно, вы ругались Возможно, вы лезли драться Возможно, вы молчали про себя Но при этом энергия все равно осталась в вашем теле Она создала мощный эмоциональный блок Который теперь управляет вашим поведением Ну, соответственно, это может быть Я забираю энергию из воспоминаний По отношению к жене, к мужу, к начальнику К себе, кому-то еще Ну, мы посмотрим случай Когда я забираю энергию из воспоминаний Из развернутой формы прощения на свекровь Я думаю, что у женщинам эта тема актуальна Я забираю энергию из воспоминаний о том Как моя свекровь не поздравила своего сына С рождения его первого внука Ну, бывают такие свекрови Ни разу не приехала поненчить Ни разу не подарила своему внуку ни одной игрушки Очень радовалась, когда ее сыну случилась беда Ни разу не позвонила и не поинтересовала, жив ли ее сын Испортила 10 лет назад специально нашу свадьбу Устроила скандал на свадьбе Ну, нормальная свекровь, нормальные семейные отношения Что там говорить Устраивала истерику каждый наш приезд к ней Всеми силами 10 лет пытается развести меня с мужем Постоянно устраивает сына моего мужа против меня Постоянно ругается на меня матом Как люди весело живут Почитаешь, ты думаешь, господи, как скучно ты живешь Вот по сравнению с некоторыми людьми Значит, забираю энергию из воспоминаний о том, что Она радовалась, что в самый тяжелый момент жизни Ее сыну я осталась одна с грудным ребенком И глумилась над этим Подсыпала мне пурген в еду Значит, бесится, что мы купили квартиру, машину и стали москвичами Настроилась их родственников против меня Цепляет с каждым словом поворот углажает движение моей руки Ну, как видите, люди живут достаточно весело На экране представлена неполная версия А третьего раздела Развернутая форму прощения свекрови Вы можете нажать кнопочку «Посмотреть архив видео» И там найти эту развернутую формулу Там еще добавлено некое-то количество фраз Но в целом идея понятна Что вы даете команду своему подсознанию Вот из этих шариков Из которых стоит эмоциональный блок Забрать энергию, чтобы шарик схлопнулся Осталось пустое Информация не заряжена энергетически Да, воспоминания о свекрови есть Или там о муже, или жене, о ком-то еще Но оно уже энергетически обесточено Энергетически пустое Потому что я дала команду забрать это воспоминание Вот И нужно написать как можно больше Различных воспоминаний Они будут периодически приходить в голову Вот, а я забыла, как мы тут ругались Я забыла, как она меня тут оскорбила Я вспомнила о том, как она нахамила Я вспомнила, как она что-то мне сделала Это все можно на сайте добавлять Когда вы заходите на сайт Открываете вашу формулу То вы можете добавлять ваши воспоминания Это очень полезно Потому что подсознание будет вбрасывать вам Самые разные воспоминания И вам нужно зайти на сайт и добавить Такими-то словами я бы мне говорил или еще что-то, еще что-то. Чем больше воспоминаний вы из себя вытащите, тем меньше станет ваш эмоциональный блок по отношению к свекрови. Может быть, он совсем схлопнется. Ну, вот от всей развернутой формы прощения, конечно, не от одного этого блока. Вот, примерно так работает этот блок, третий блок. Есть еще четвертый блок. Он называется «Я стираю все воспоминания о том, что…» И дальше вы приводите воспоминания о тех ситуациях проблемных, которые были в прошлом вашей жизни. Это немножко похоже на раздел «Я забираю энергии». Он может там частично пересекаться. Но обязательно нужно постараться вспомнить еще какие-то события, какие-то ситуации, которых вы хотели бы забыть напрочь, чтобы никогда в вашей жизни их не было, и вы о них не помнили. И вот их вносите в этот самый раздел «Развернутая форма прощения». Ну, посмотрим, как может выглядеть четвертый блок «Развернутая форма прощения». В данном случае на примере прощения бывшей любимой. Мужчина пишет «Развернутая форма прощения» на свою бывшую любимую под названием «Анна» и пишет, что он хотел бы стереть все воспоминания о том, что «Анна лгала мне». «Анна изменяла мне, предавала меня, использовала меня, не любила меня по-настоящему». Ну, такой крик души. Я хочу об этом забыть. Я хочу полностью стереть все воспоминания, чтобы они не закрывали мне будущее, и я не продолжал быть в борьбе по отношению к ней. О том, что «Анна» умоляла ее простить, позволить вернуться, а когда я сделал все для этого, выбросила как использованную вещь. Ну, видимо, у них там неплохо, не скучно ребята жили. О том, что «Анна» вызвала у меня разочарование в женщинах и нежелание общаться с ними. Ну, конечно, из-таки веселой поживью, что все женщины монстрами будут представать. О том, что «Анна» вызвала у меня полную потерю доверия к женщине. О том, что «Анна» вызвала у меня потерю желания наступать в связь с любимыми женщинами. Бедняга, мне его жалко. О том, что «Анна» устраивала скандалы, игнорируя просьбы остановиться. Выискивала негатив и выливала ее на меня. Устроила сцены ревности по выдуманным поводам. Решила клятвы обещаний у головы в глаза. Была фрегидная и пассивная в интимной жизни. Но, понятно, если женщина очень буйная в отношениях, то накопила огромный блок претензий по отношению к мужчине. Как она может быть сексуальна? Сердце закрыто. И у него закрыто, и у нее закрыто. Соответственно, никаких сексуальных достижений быть не может. Анна определила претензии в течение нашей интимной жизни. Сравнила меня с другими мужчинами в негативном ключе. Ну, не знаю, как он еще мог с ней сексом заниматься. Сильный мужик. Анна называла меня теми же ласковыми словами, что и других мужчин. Ну, видимо, еще и путала имена. Убеждала меня в планах на совместную жизнь до конца и разрушала свою славуходом разрывом отношений. Обращалась со мной как с игрушкой, манипулировала мной с помощью моих слабостей, делала меня виноватым во всем. Ну, и так далее. Это понятно, что я только часть его претензий к Анне, и он хочет забыть все эти воспоминания. Если хотите подробнее посмотреть этот великий плач этого мужчины, то нажмите на кнопочку архива видео по этой теме, и вы, значит, это все увидите. Вот. Это команда подсознания. Я хочу полностью стереть воспоминания, чтобы я больше никогда к нему не возвращался, и не управляли моей жизнью. Потому что после жизни с ней у меня возникло отвращение ко всем женщинам. Теперь я ни секса не хочу, ни отношений не хочу, ничего не хочу. Ну, у женщины часто бывает к мужчинам такой же блок возникает. То есть, если она пожелала с мужчином каким-нибудь полным идиотом, который издевался над ней, то в итоге возникает ощущение, что все мужчины сволочи, и нужно с этим прекращать. Нужно это стереть, нужно это убрать, иначе ваше будущее закрыто. У вас закрыты отношения, закрыты любви и другие достижения жизни. Ну, и, наконец, пятый блок, развертый форму прощения. Он говорит о том, что впредь я принимаю решение то-то и то-то. Для чего нужен этот блок? Этот блок нужен для того, чтобы заполнить некое место, потому что в теле был эмоциональный блок, нормально накачанный, против жены, против бывшей любимой, против свекрови, против себя, против кого-то еще. И вы его пощипали. То есть, вы дали, сначала попросили прощения, потом простили, то есть, там шарики полопались. Потом вы забрали энергию, шарики полопались. Потом вы стерли вас спина, и шарики полопались. Что-то там осталось, но уже место освободилось в вашем теле. И это место нужно как бы дать команду, чем вы хотите заполнять его. Потому что вы не хотите, чтобы этот эмоциональный блок снова разросся, потому что вы дали энергию в тело, и он опять стал еще большим, и начал управлять вами. Вы хотите занять это место позитивными какими-то энергиями. То есть, вы даете команду своему подсознанию, что впредь я меняю отношения с этим человеком, с этой ситуацией. Я больше не позволяю себе входить в эти же самые переживания. Примерно так. Это еще не трансформация. Трансформация делается на втором шагу. А это всего лишь команда подсознания, что я запрещаю самому себе впредь накапливать эти же самые переживания. Вот в чем специфика пятого блока. Ну, как она может выглядеть? Давайте на примере развертую форму прощения мужчине, который был недоволен собой, мил претензий к себе. И вот, когда дошел до пятого, сначала на первом этапе он просил прощения у самого себя за то, что он вот такой-сякой немазан. На втором этапе он прощал себя за то, что он такой вот слабый, неуверенный еще какой-то. На третьем этапе он забирал энергию из всех воспоминаний о своих проблемах. Он стирал все воспоминания о своей дефектности. На пятом шаге он говорит, впредь я хочу быть таким-то. Посмотрим, как это может выглядеть. Впредь я обязуюсь всегда быть уверенным в себе, всегда любить себя, быть деловым, отставить свои интересы, вовремя выполнить поставленные задачи, спокойно реагировать на критику себя, легко в достаточном количестве зарабатывать деньги, видеть использоваться предстоящий шанс для нужных изменений, видеть положительные качества окружающих людей, иметь достаточную силу и энергии для того, чтобы отказать человеку, иметь достаточную силу и энергии, чтобы выполнять свою работу качественно в срок, быть решительным, принимать правильные решения, давать действия до логического конца, иметь силы рассказывать о своих потребностях, вести себя просто и естественно со всеми, быть креативным в работе и жизни, быть энергичным, быть коммуникабельным, видеть положительное во всех ситуациях, жить осознанно здесь и сейчас, жить активно, заниматься спортом, легко общаться и заводить знакомства. Ну, собственно, исходя из того, что он заявляет впредь я буду таким-то, можно понять, с какими проблемами он начинал работать с этой развернутой формой прощения. Вот примерно так выглядит эта формула, ее нужно прописать. Чем больше строчек будет в формуле, чем больше вы вспомните каких-то конкретных фактов, каких-то ситуаций, тем лучше будет работа по стиранию этого эмоционального блока. Развернутая форма прощения пишется на самые разные объекты. Вам нужно вспомнить последние несколько лет и все ситуации, когда вы конфликтовали с кем-то, это были повторяющие ситуации, там, с мужем, женой, с родителями, с ребенком, работая, вы недовольны деньгами, недовольны с собой, недовольны, возможно, претензий огромное количество, то нужно построить развернутую форму прощения на себя, на папу, на маму, на ребенка, на начальника, на деньги, на что-то еще. Пожалуйста, стройте, проблем нет никаких, и тем самым вы будете очищать свое тело. Тело будет очень благодарно за это. Ваше подсознание начнет вбрасывать вам новые воспоминания. Вы, возможно, когда пишете развернутую форму прощения на одного человека, вдруг вспомните, а, на этого надо еще написать. Отлично, тут же забиваете, здесь же на сайте, новую тему, там, пишете 2-3 строчки и возвращаетесь к старой теме. Продолжаете писать, новую тему уже как бы застолбили, и потом к ней возвращаетесь, ее дополняете, дополняете, дополняете. То есть подсознание будет очень благодарное вам за то, что вы тело освободили от накопившейся грязи. Оно не хочет, чтобы имелась эмоциональная грязь, потому что это уменьшает энергетику, уменьшает срок вашей жизни, уменьшает радость от жизни. Оно, если увидит, что вы взялись реально за чистку тела, оно, конечно, придет вам на помощь, начнет подбрасывать разные воспоминания, мысли. Это хороший процесс. Само по себе написание «Развернутая форма прощения» является мощным психотерапевтическим приемом, приемом по стиранию воспоминаний. Единственное, что за один раз написание – это все-таки слабый. Ну, вот был такой колобочек, он его написали, стало 5% меньше, может быть. Да, что-то пошло. Возможно, в ходе написания формулы у вас, когда будут схлопываться эмоциональные облачки, пузырьки, то в теле пойдут какие-то процессы. Ну, поскольку это не интенсивная практика, то сильных, тяжелых реакций не будет. Ну, как бы, можно использовать дальше прием «Эффективное прощение» и работать с «Развернутой формой прощения» с этим приемом. Но это для тех людей, кому это допустимо. Потому что существует техника безопасности, и если вам много лет, если у вас какие-то психические расстройства, вы состоите на учете и так далее, там все прописано, то, конечно, вам нужно просто использовать эту форму прощения, написание. И я рекомендую просто взять рукой и переписывать на бумаге эту форму прощения. Потому что, когда вы пишете рукой, то вы думаете только об одном. Когда вы на компьютере делаете, вы можете, по-моему, думать, куда вы пойдете завтра, что вы будете заниматься вечером, что вы будете кушать, про что-то еще, и плюс еще писать. Потому что вы не сосредотачиваетесь, вы не в медитации, вы мало энергии вкладываете в форму прощения. То есть, подсознание видит, что для вас это дело не очень важное. И поэтому она так легко относится к самому процессу. Результаты будут не очень хорошие. Когда вы переписываете рукой, то вы полностью сосредоточены на том, что пишете. Вы смотрите текст, переписываете, смотрите текст, пишете, смотрите текст, пишете. И в этот момент вы полностью погружены в процесс, вы сосредоточены, вы вкладываете энергию в каждую фразу. Вот если еще вы будете вспоминать себе эти ситуации, как бы настраиваться на них, те, которые вы пишете, то стирание прошлого еще будет более эффективным. Ну, как бы, в общем, для некоторой категории людей просто переписать 10, 15, 20 раз развернутую форму прощения, это способ, чтобы полностью стереть воспоминания. Есть, конечно, другие приемы. Можете почитать книжечку «Открытое подсознание, как влияет на себя и других», под кнопочкой почитать на главной странице. Там рассказаны другие приемы, как можно работать с прошлым воспоминанием. В данном случае предлагается работать прием написания развернутой формы прощения. Пожалуйста, пользуйтесь, очень эффективная методика. Ну, конечно, если у вас 10, 15, 20 форм прощения, потом вам нужно будет их переписывать, либо вы будете их с помощью приема эффективного прощения использовать. На полное стирание может потребоваться месяц, два, может быть, три. Ну, там ежедневная работа по полчасика. Это нормально. Если вы десятки лет загаживали себя, и все там спрессовалось, и уже какие-то переживания там ругали себя последние 30-40 лет, то понятно, что там такой камень уже, и там выкварить какие-то пузыречки очень сложно. И, конечно, придется довольно долго работать над тем, чтобы начать верить в себя, любить в себя, восторгаться собой. Из состояния, когда вы жили под плинтусом и считали, что вы ничего не достойны в этой жизни, то, может быть, там 3-4 месяца придется поработать. Но результат будет, друзья, вы получите обязательно. Только нужно вложить силу, энергию, вкладывая силу, энергию написания в переписывание, вы тем самым объясняете своему подсознанию, что для вас это важная, нужная цель, и только такие командно принимают к исполнению. Никакие так легкие благие поживания, сегодня написал, завтра забыл, это не работает. Работает только тогда, когда вы своим трудом доказали, что вам это нужно, важно, и вы в это вкладываетесь. Этот сайт, пожалуйста, помогает вам хранить все архивы, возвращаться к использованию приема эффективного прощения дальше, об этом узнаете и так далее. То есть работайте, пожалуйста. Мир прекрасен, все прекрасно, и вы прекрасны, и у вас есть и способности, у вас есть таланты, все есть. Есть энергия, здоровье, только нужно убрать эмоциональную грязь из себя, иначе с этой грязью по жизни идти дальше, будет все хуже, хуже, хуже. Все, внутренних изменений позитивных вас, пользуйтесь, пожалуйста.